Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Московское время, 14 часов 4 минуты. Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. В эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калинина и наши гости. Золотой гость у нас сегодня. В студии ведущий научный сотрудник отдела современных проблем средоформирования и градорегулирования. Кандидат архитектуры, советник Российской академии архитектуры и строительных наук. Почетный архитектор России, доцент кафедры градостроительства МГСУ Шевченко Леонора Арсеновна. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, рада вас видеть. И мы взаимно. Спасибо огромное, что вы к нам пришли. У нас информационный повод такой. Совсем скоро, в разгар летнего периода, а точнее со 2 по 5 июля в Манеже, пройдет Всероссийский фестиваль с международным участием, который называется «Архитектурное наследие». Вот мы решили у вас узнать, что это такое для начала, для кого этот фестиваль, какие цели. Вот пойдем мы туда и что увидим, расскажите, пожалуйста. И можем ли мы туда пойти? Не то, что можете. Надо пойти. Просто должны все туда пойти. Потому что, вы знаете, вот это, в общем-то, впервые, вот такой фестиваль «Союз архитекторов» задумал, организовал его, и вот надеемся, что примем все участие в его открытии и работе. Я считаю, что это действительно первый раз вот такой повод активной популяризации наследия как такового. Само по себе понятие «наследие» очень сложное и очень емкое, да? Потому что, в общем-то, когда говорим «наследие», то, наверное, большинство из наших зрителей и слушателей радио представляют себе, ну, естественно, объекты культуры «наследие», то есть памятники архитектуры, там, ансамбли, где они бывали, что они видели. Это усадьбы. Да. То есть все то, что можно пощупать, увидеть, да, вот ощутить себя вот в этом. А на самом деле понятие «наследие» оно более широкое, более глубокое, если мы будем говорить о наследии, это духовное наследие. И, кстати, вся вот эта недвижимость, о которой мы говорим, о которой мы можем посмотреть и пощупать, что называется, да, это результат вот глубокой духовной наследственности, глубокого духовного наследия. То есть как результат, действительно, вот многовекового опыта в становлении культуры. И вот если сейчас покажут первый слайд... Да, у нас... А у нас есть возможность посмотреть. Да. Давайте посмотрим. Зелененький такой вот. Вся Россия в зеленом фоне. Вот, 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 замечательно. Вот жалко, что, конечно, слушатели радио ФМ... Но мы прокомментируем, да. Прокомментируем, да. 1162 населенных пункта. Это вот территория Российской Федерации, на которых сохранились историческая система расселения. Вот, то есть, в принципе, на карте показаны, даже цвет можно увидеть, те города, которые сформировались или построены были, как в домонгольский период, а такие еще тоже есть на территории России, то есть их довольно много. Другое дело, что в этих городах сохранилось, вот когда мы говорим о наследии как таковом, да? Историческом. Вот здесь просто мы показали тот сгусток городов, которые просто сконцентрированы на определенной территории. Если обратите внимание, вот это небольшой... Абсолютно, но очень плотный. Но очень плотный. И это понятно, потому что именно здесь начиналось освоение и формирование градостроительной культуры. Поэтому вот это другое понятие, которое тоже необходимо, в общем-то, раскрыть и показать. И поэтому вот тот фестиваль, который, надеюсь, пройдет очень хорошо, и призван рассказать всем тем, кто там окажется, что такое наше наследие. От единичных объектов памятников архитектуры до исторических поселений. А в какой-то форме будет, то есть люди будут приходить им... Курс лекций, экскурсий. Какой-то курс, да. Это будет все. Это будет, во-первых, экспозиции. По регионам, по мастерским. Города сами могут представить. То есть и дают, действительно, заявок довольно много. Потом будут лекции. Круглые столы. Вот на одном круглом столе, вот я буду свою книжку... Организую презентацию от Союза архитекторов, да. Она недавно вышла, называется она «Исторические поселения», и не только. Можно уже приобрести, то есть она есть в продаже? Ну, в принципе, она есть. Она есть в издательстве, которое, в общем-то, ее вот... Курирует, так сказать. Да, курирует, да. И держит, и продает. Хорошо. Спасибо. То есть 3 по 5 июля люди могут заинтересованные приходить смело? Абсолютно. Со 2 по 5, со 2 по 5, да. Со 2 по 5, да, простите. Вот, могут приходить туда, пожалуйста, в любое время смотреть, задавать вопросы. Помимо этого, тут же еще будет конкурс, я так понимаю, программа победителей будет определять. Там много конкурсов, 5 номинаций. И я думаю, что, естественно, не знаю, конечно, как жюри отнесется ко многим, ко многим работам, потому что делается это впервые. Вот, возможно, там всякие ошибки, это естественно, может быть, и обиды у кого-то, потому что каждая творческая личность считает, что его это лучшее, а его не оценили, поэтому сразу, мне кажется... А оценка субъективна? Да, да, абсолютно. Она всегда субъективна. Ну, понятно. То есть в любом случае, особенно наше творчество, оно всегда субъективно, как бы то ни было. Какие сейчас тенденции в архитектуре? Что там? Модерн? Классика? Что сейчас? Что студенты говорят в Астрие? Студенты выдают всё. Вот я просто хочу сказать, что в этом году, вернее, уже осенью прошлого года я впервые начала заниматься преподавательской деятельностью в УЗИ на кафедре градостроительства. И, в общем-то, моё направление – это наследие. И вот я впервые столкнулась с студентами. И вот когда мы говорим о тенденциях и наследии, у меня всегда было опасение. Думаю, ну, молодёжь, ну, конечно, ну, что вот наследие? Ну, ничего слушать не будут. Всё устарело, да. Абсолютно. Думаю, что же придумать? Но, вы знаете, я была настолько поражена позитивно. Когда я сказала, курсовая у нас будет экспериментальная. Вот мы с вами, 72 человека, три группы, мы с вами попытаемся выбрать, каждый из вас выберет город, ну, я вам предложу, конечно, список, и вы определите в этом городе территорию, которая обладает признаками исторического поселения, и дадите, по тенденциям, свои предложения либо по преобразованию, либо по своему видению, как вы видите, встраивать вот то, что вы найдёте. Как доработать. Да. И почему я говорила о признаках исторического поселения? Потому что студенческая работа курсовая, она не может претендовать на вот истину, что действительно вот эта территория. Меня поразили вот буквально все. Вот не было ни одного из 72 студентов, трёх групп, архитекторов, которые, понимаете, отнеслись к этому шаляй-валяй. Это вот действительно для меня было откровение. Думаю, боже мой, слава богу, есть ещё в молодёжи вот этот задор. И более того, не просто задор какой-то, а колоссальное желание открыть для себя город, которым ты занимаешься. Это было удивительно. И несколько работ меня просто поразили. Например, одна студентка, удивительная, из города Обнинска, она подошла ко мне с вопросом, может ли она взять одно дерево, которое в своём городе Обнинске, которое хочет спасти. Я, говорит, возьму Обнинск. Обнинск вообще нигде не фигурирует. Молодой город, 35-го года. Меня так заинтересовало, я говорю, давайте начнём с дуба. Давайте попытаемся спасти этот старинный дуб, который сейчас обстраивается. И в результате студентка вышла на удивительные вообще вещи. Вот действительно удивительные вещи. Если она слышит, не слышит, может ей передадут. Как зовут её, помните? Лобанова. Фамилия, помню, да. Студентка Лобанова из Обнинска. Студентка Лобанова вас хвалит в прямом эфире. Да, 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 действительно удивительно. Ну, как бы не в обиду всем остальным, я могла бы сейчас перечислять вот всех список, если бы у меня был перед глазами, потому что ни одного, вот я не могу сказать, вот ни одной фамилии, которая бы меня негативна. И как вот вообще, какие тенденции в выборе студентов? Какие города они выбирают для обустройства? Ну, во-первых, я предложила им, естественно, список из 332 населённых пунктов, которые вот мы с экспертами, у нас здесь человек работало, мы с экспертами из тысячи вот этих, более чем тысячи определили, как город, который имеет признаки. То есть что значит признаки? В нём есть историческая среда. Ведь это главное сегодня, что мы можем и должны передать будущим поколениям. У нас перерыв. Вы знаете, я хотел спросить, перерыв очень скоро будет, я хотел узнать, есть ли в списке этих городов Углич? Маленький город Ярославской области. Я знаю, я знаю. Я задумалась не потому, что я не знаю Углича, а потому что в этом списке Углича нет. Вот. Это в следующий раз надо туда внести. Углича нет. И объясню, почему. Дело в том, что ведь в этом списке у нас 300, вот в тысяча с лишним, есть, конечно, ну, сами понимаете, там есть всё и деревень в том числе. 332 мы определяли исключительно по принципу, есть среда или нет. И вот этот вопрос, который, конечно, интересно было бы, вот дальше мы посмотрим, там ещё один слайд, по какому принципу. Мы действовали, исходя из буквы закона. Закон нам определил, что есть историческое поселение, какие в нём должны быть, должны присутствовать критерии, которым он должен отвечать. Исходя из этого, мы вот эти 332 города и установили. К своему удивлению и сожалению, в этот список, да, в своё время я настояла, попал в город Кяхта. Потому что я помню, этот городок в начало 2000-х, мне была такая возможность посмотреть, он произвёл на меня колоссальные впечатления. И вот сейчас я вижу, город совершенно в угнетённом состоянии. Так же, как и Углич. Мы продолжим. У нас небольшая пауза на грустной такой ноте, но затем будем... Потом всё будем, да, улучшать ситуацию. Спасибо. Друзья, оставайтесь с нами, небольшой перерыв. Где-то вдвоём Денис Клявер, друзья. Мы соображаем в эфире на троих. Сегодня у нас Леонора Арсеновна Шевченко, почётный архитектор России, в гостях у программы «Лучшая страна». Да. Мы говорим о том мероприятии, которое пройдётся 2 по 5 июля 2018 года в Манеже. Приходите, если у вас есть в душе чувство прекрасного. Например. Вы сможете, конечно, насладиться там. Видать в себе это качество и чувство. Либо просто познакомиться вообще, что такое наследие. Точно. Что вообще в России вот собой оно представляет. И есть ли оно вообще сегодня. Ну, мы так поняли, есть. Да, да. Конечно, вот эта выставка, это для всех. Сами и взрослые, и дети, и внуков. Ведите и показывайте, какая прекрасная Россия, как она богата вот этим удивительным наследием. Вот мы посмотрели на карте, как сосредоточены вот эти города, которые в программу входят. В основном, это что? Это вот Москва, Московский регион. Да, вот как-то. Ну, здесь есть у меня схема Московского, не Московского региона, а Центрального федерального округа. Нет. Вот можно дать следующий вот слайд, такой серенький. Вот, 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 вот. Вот обратите внимание, вот опять-таки, к сожалению, слушатели радио ФМ не сумеют увидеть, но здесь вот по цвету, видите, это все субъекты Российской Федерации и все округа. Центральный, Приволжский, Северо-Западный. Да, да, да. Обратите внимание, что центральный самый темный. Поэтому здесь действительно концентрация огромная. Вот 223 населенных пункта. Приволжский, он тоже хорош, видите, 128. 28. Дальше Северо-Западный идет, Южный, Федеральный, Северо-Кавказский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный, Самый Бредненький. На Кавказе тоже достаточно много, да. Тем более сейчас у нас Крым. Вот здесь, кстати, ну, схема-то не очень удачная. Крым, да, когда она делалась, Крым еще был не наш. Теперь он наш, но в таблицу и в список уже крымские города вошли. Там их 25 у нас получилось. Вот, поэтому, конечно, за счет этого еще больше. Это стало, чем 1180 было, плюс крымские. Вот. Понятно, что вся концентрация идет сюда. Но, тем не менее, если мы говорим об Уральском округе, да, или вот Сибирском, там тоже достаточно. И тоже есть на что посмотреть. И мы говорим только о городах. Исторических городах. Но города эти формируются ведь из объектов. Объекты, ансамбли. И вот это, как бы, сложность такая, с одной стороны, и сохранение, что сохранять, да, или отдельные объекты, или, вот, скажем, среду в целостности. И как это встраивать в современную жизнь? Вот, вот это вопрос самый сложный. Как это все встраивать? Сложно, сложно встраивать. Даже на эту тему мы проводили, вот, я еще работала в институте научно-исследовательском. Единственный, кстати, в России уникальный институт. История, теория, архитектура и градостроительство, НИТИАК. Вот. Мы там проводили несколько раз конференции. Проблема градостроительного сохранения архитектурного наследия. Потому что одно дело реставрационные работы, это единичные объекты, да. А другое дело, вот, градостроительные мероприятия, которые помогут сохранить среду. Вот, рецепта, скажем, универсального нет. Потому что нет, скажем так, всех городов, похожих один на другой. Вот, они все разные. Даже климат различается в регионах. Абсолютно верно. И природные условия, природные характеристики и особенности, они, конечно, сказывались и на планировочной структуре городов. Что, в общем-то, является самым ценным и самым уникальным. Материалы. Материалы. Ведь, в принципе, вот то, что мы сегодня воспринимаем, как историческое поселение, это все то, что было заложено первой градостроительной реформой, которую провела Екатерина Великая. А с чего это она решила реформы проводить вообще? Ну, во-первых, она хотела упорядочить застройку городов. Контролировать как-то процесс. Да, конечно, и контролировать процесс, вести стиль. А потом, понимаете, вот вся вот эта, ну, многие говорят, хаотичность. Нет, на самом деле, просто живописная застройка. Тем более материал, из которого все это было сделано, плотность, которая существовала, она приводила к массовым пожарам и очень тяжелым последствиям. И вот казалось, что вот именно вот такая застройка, она будет способствовать, ну, во-первых, естественно, безопасности населения. Комфорту проживания. И комфорту проживания. И поэтому, в общем-то, было принято решение все уездные города и губернские города обеспечить генеральными планами. Они были в кратчайший срок разработаны. И по ним и начинали обустраиваться города, преобразовываться. По генеральному архитектурному плану нашего часа, этого сейчас необходимо сделать паузу, после которой мы вернемся. Лучшее в стране. Дамы и господа, Элеонора Арсеновна Шевченко в гостях у Страны ФМ. Мы продолжаем говорить про архитектуру и про то, что это очень важно в нашей жизни. Да вообще нам ликбез проводят. Мы ждем. Про города, наследие наше. Да, значит, мы остановились на том, что вот градостроительство, градостроительная культура, градостроительное наследие. И каким образом мы определяем, вот это относится к наследию или не относится к наследию. Вот здесь, конечно, это, естественно, только специалисты могут определить. Вот более четко. И точно. И точно, да. Является ли это вот нечто, выявленное в городе наследием, и может ли это нечто претендовать на статус исторического поселения или нет. И тогда возникает вопрос. Вот такой город, например, как Белгород. Ну, казалось бы, те, кто был или живет в Белгороде, понимают, что, конечно, сказать, что это историческое поселение, глядя на ту застройку, которая сегодня есть в городе, ну, язык не повернется. Потому что есть только несколько церквей сохранилось, но и отдельные там где-то домики. Остальное все такое современное. Остальное все современное. Но ведь Белгород, это в плане истории государства российского, конечно, сыграл огромную роль. Ведь кто-то, кто, может быть, помнит или там читал, ведь не зря даже существовало такое понятие, как Белгородская черта. Это та фортификационная линия, которая защищала молодое российское государство от набегов с дикого поля. И город этот уже тогда был городом мощным. Но по городу прошлось две войны. Поэтому, естественно, тут город не виноват в том, что он лишился. Но может ли от этого быть хорошо тем, кто должен сказать, что вот здесь мы установим некую границу территории и назовем это историческим поселением? Это было бы неправильно. И в этой связи, мне кажется, было бы верно в закон ввести маленькую поправку, 59-ю статью. Я имею в виду закон об объектах культурного наследия. Я об этом уже и в министерство обращалась. И в Совете Федерации говорила. А поправку одну? Ввести понятие наряду с историческим поселением, где существуют критерии, должно быть исторический город, как понятие. Формулировка. Конечно. И это вот такой город, как Белгород, такой город, как Переслав Залезский, как бы это удивительно ни звучало. Ростов, может быть? Ростов-Великий нет. Все-таки нет. В Ростове-Великом еще пока сохранился вот центр, который, в принципе, с прилегающими улицами обязан просто быть зафиксирован, как историческое поселение Ростов-Великий. Ну уж не говоря, конечно, в принципе, о Санкт-Петербурге. До сих пор там все спорят, где это историческое поселение. Хотя, с моей точки зрения, вот элементарно взять обводный канал и сказать, все, что за его пределами, это уже не то. А вот все, что в пределах обводного канала... Не трогать. Не трогать это историческое поселение Санкт-Петербург. Может быть, взять поменьше. Но это уже все то, что должны определять специалисты. А ценность, это, естественно, законом прописано. Это, естественно, планировочная структура, это застройка, это объекты. Но не единичные объекты, разбросанные по разным концам города, и не собрать их, а это среда. Ведь даже, вот с моей точки зрения, в определенном смысле нарушается принцип сохранения даже объектов. Закон четко сказал, когда мы формируем... Как сохраняется вот среда или объект? Закон ввел понятие зоны охраны. Они делятся на триумвират. Охранная зона, жесткая зона. Зона регулирования застройки. И третья, как бы, да, это зона охраны ландшафта природного. Вот мы говорим о двух. Даже об одной. Охранная зона, жесткий режим, который ты обязан сделать, исходя из объекта, как закон пишет, и его окружения. То есть та среда, в которой объект существовал или начинал формироваться, и, по идее, должен дальше жить. На самом деле, у нас сегодня подчас вот эта среда является сопутствующим каким-то, по которой проходят эти линии зон. И поэтому я ратую за активное введение достопримечательного места, как третьего мощного вида объекта культурного наследия, которым пользуется во всем мире этим понятием, и историческое поселение. Потому что тогда, как говорится, мы убиваем сразу двух зайцев. Мы определяем объект и определяем территорию. Потому что закон нам говорит, что объект культурного наследия не может быть без территории. Ее тоже надо определить, границу. И тогда в пределах этой границы у тебя действительно возникает какая-то запретительная... Или какая-то рамка, да? Да, рамка, в пределах которой ты ничего лишнего не можешь сделать без согласования с кем-то. И это очень тонкая работа специалистов, которые занимаются этим. Хватает ли специалистов для такой работы? Вы знаете, я считаю, нет. И вообще... Что делать? Кого привлекать? Студентов? Растить. Студентов. Знаете, да, да. Более активно во всех вузах, во всех вузах вести вот эту программу. Программу... В Мархи есть, в Мархи есть даже кафедра. Вот сейчас вот такая дисциплина вводится в МГСУ, где действительно вот молодых ребят надо воспитывать в умении даже проектировать современные здания в исторической среде. Вот этому мы практически нигде не учим. Это очень тонкий вопрос. Я всегда привожу пример. Невский проспект. Так. Формировался 300 лет. Да. Вот вы по нему идёте, у вас есть диссонанс? Кроме того, если вы видите, что-то вот суперсовременное нету. А ведь каждый архитектор, которому Дадина было право проектировать и застраивать вот какой-то участок в Невском проспекте, сначала не себя любимого пропагандировал. Увязывал существующего. Совершенно верно. Среда. Вот он делал... То есть в концепте, да? Совершенно верно. В контексте со средой. Да, там были элементы современного на тот момент стиля, в котором он... Да. Но тем не менее, это настолько тонкая увязка была, тонкое вписывание в среду. Что дисгармонии нет. Совершенно верно. Не было дисгармонии. Поэтому есть понятие адресность. Вот адресность объекта. То есть это не адрес улицы такая-то, дом номер такой-то. А вы скажите... А это место. И вот сейчас в этой связи, когда вот ходит гениальный архитектор, но у неё форма. Вот для меня это форма. Она не чувствует среду. И где бы она ни проектировала, это везде я. А когда ты входишь и тебе дадишь на право проектировать, особенно в историческом городе... Тут как у врачей, а не навредили. Совершенно верно. Своё я оставь вторично или третично. Главное, это город и место, которое тебе доверили. Вот как у нас фестиваль, о котором мы говорим, также международный, как, допустим, в Европе решают эти вопросы? Тоже по-разному. Да, вот интересно. Вы знаете, вот тоже по-разному. У них же тоже встаёт остро этот вопрос. Города надо расти, людей много, современные здания нужны. Можно перебью? И сразу вот один пример. Он гениален, и он пока один. Может, потому что я просто влюблена именно в этот пример. Это район Дефанс. Так. Париж. Старый Париж. Елисейские поля знаменитые. Новый район. Парижа нужно развиваться. Пристраивают, определяют территорию, и начинается новое строительство. Ну, это были 80-е годы, даже ещё раньше, да, поэтому, естественно... Проектировали ещё раньше. Да, проектировали ещё раньше. Вот, это было где-то 70-е, середина вот 70-х годов. И вот гениальное решение нашли старого и нового арка Дефанс. Вы её помните, да? Вот эту арку. Да, конечно. Великолепную, вот, ну, слушатели, не волнуйтесь, мы ничего не показываем здесь. Сейчас они уже гуглят, да, да. Просто говорим, да. Да. То есть, понимаете, она отделяет старый Париж. Вот здесь заканчиваются Елисейские поля, а здесь начинается новый Париж. И он совсем иной. Но сделан тоже гениально. Зонирование пространства, да? Да. И, понимаете, вот это вот решение, в отличие от Пеевской пирамиды в Лувре, которая, с моей точки зрения, это ужасно. Совсем не то. Она абсолютно, это чужеродно. Это точно так же, как пусть простят меня зодчие, которые участвовали в проектировании Дворца съездов в Кремле. Пусть простят они меня. Я считаю, это равносильно вот одно другому. Что Пеевская пирамида в Лувре и в Кремле... Это государственный Кремлевский дворец, вы имеете в виду, да? Да, да. Я имею его. Он, конечно, он чужероден абсолютно. Мы сейчас к нему привыкли. Да. Мы сейчас к нему привыкли. А первый момент, когда вот он... То есть, это вообще, это запрещено было, в принципе, вторгаться туда вот этим объектом. Он сам по себе хорош, как объект. Телестика своего времени там и все. Да, да. Он мог быть в другом, ином месте и получить все свои премии, какие ему заслуженно дали, но не тут. В другом. Не на этом месте. А где в Москве хорошее сочетание исторического... Тоже такие примеры есть? Где можно прогуляться, например, и заметить, что старое и новое соседство... Сложный вопрос задаете. Я Москву безумно люблю, но, понимаете, вот так сказать, вот что вот здесь... Ну вот, например, Тверская вот сейчас ее сделали, и она идет как бы вот туда, к Кремлю, как вы скажете. А что там такого достраивания? Ну, на Тверской там много чего, конечно, сделали, там и тротуары вот эти вели. Ну, здесь, знаете, здесь надо говорить так, в принципе, город не может быть без современного обустройства, да, его. Конечно. где-то здесь вот идет такой вопрос. Вот старый город, либо мы его оставляем в том виде, как он есть, не делая туда современного мощения, потому что оно тоже меняет среду, да, не вводя туда никаких иных зданий, но такого быть не может. Город — это живой организм. Это как бы музеификация, вот элементы музеификации могут быть где-то фрагментарно все-таки, но не в таком большом масштабе, как вот та же, та же Тверская, хотя это одна улица. И хотя на этой Тверской сегодня ведь мы не можем говорить о том, что, ну, это улица одного периода. Нет. Там тоже формировалось в течение времени, и там довольно много интересных примеров уже советского периода. Абсолютно. Да. Кстати, Тверская может быть вот как действительно уникальный пример в сочетании, но не вот сегодняшнего, наверное, хотя и сегодняшняя есть очень тактичная вписывание, да, решение архитектурное в этот объект. На мой обывательский взгляд красиво. Мы сейчас прижаемся. Правильно, мы же делаем для людей, архитекторы должны это учитывать, прошу прощения. Спасибо. Небольшая музыкальная пауза, друзья, и мы вернемся к вам. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем. Хочу напомнить в студии сегодня Лизы Калинина, Роман Шахов. В гостях у нас Леонора Ассана Иванова Шевченко, наш почетный архитектор России, доцент-кафедра градостроительства МГСУ, и мы продолжаем говорить о том наследии, которое сейчас есть, архитектурное наследие в нашей стране. Перечисляем и города, и те... Объекты. Те исторические уже случаи, которые вписались удачно. Вот этот вот этот микс современная Россия и старая, но не только. Мы исторический опыт, конечно, перенимаем. Вот у вас много слайдов. Может быть, мы еще что-то расскажем? Да, вот я вот хотела, знаете, показать вот следующий просто слайд, буквально так, на секундочку. Там, где панорама, когда вот мы говорим об историческом городе и что ценно, что не ценно в нем. Вот обратите внимание, верхний слайд, это уже для слушателей, я говорю, радио, показана историческая фотография Новгорода, Нижнего Новгорода, XIX век. Обратите внимание на панораму. И внизу дана фотография современного. Это буквально вот несколько лет назад сделана панорама. Ну, в общем-то, отличительные качества, видно, да, сразу характеристики. И поэтому, вот судя по этой панораме, когда мы говорим, вот запрещается строительство современное, то есть, что имеется в виду? Вот на нижней фотографии видите высотное здание, но оно, в общем-то, я не могу сказать, что оно исказило панораму, оно сделало ее другой. Но сделало ее меньше как-то. Да, совершенно верно. Вот это то, что... Давлеет. Это, можно следующий слайд давать там, где у нас центральный федеральный округ приведен, да, но это вот к примеру, вот здесь мы видим, оно давлеет над всем. Это то же самое, что мы видим по Тверской, когда едем, а перед нами возникает Москва-Сити. Угу. Вот эта громада сама по себе хороша, вот она с архитектурной точки зрения, да, это вообще брутальность невероятная в ней, но Тверской-то задавлен, ты пигмей, а архитектура не должна в тебе вот это чувство возникать. Человек все-таки давлеет над ней, ты должен восхищаться, восторгаться ей, но не чувствовать себя маленьким в этом вот гигантском городе. А здесь вся улица провалилась. Вот обратите внимание, киевский остается по левую руку, перед вами Москва-Сити. И вот просто, когда будете ехать, обратите внимание, до какой степени вот это все это давлеет, так же, как здесь. А здесь я просто хочу привести пример. Это один из тех округов, которые вот вы видели на серой схемке, оно такое, самый темный. Вот здесь, вот видите, 18 регионов, и в каждом регионе довольно большое количество тех городов и поселений, которые могут претендовать на статус исторический. Почему говорю все время могут? Потому что, исходя из буквы закона, необходимо установить, а есть ли там то ценное, что действительно требует вот такого нежного, нежного отношения к этому, специальных мер, разрабатываемых по сохранению вот этой среды. Мы говорили о музеификации. Да, это не музеификация, но это преобразование в какой-то степени среды с ее сохранением для удобства и жизни, и пребывания. Это не искажение, сложный вопрос. И его вот так вот решить, там, скажем, выработать какие-то мероприятия, которые пригодны были бы для всех. Вот взял, как матрицу, и наложил на другой город. Такого не может быть. Потому что в каждом городе есть свои особенности. И вот в каждом из этих регионов, вот давайте следующий слайд посмотрим, когда мы говорим об объектах культурного наследия, мы сказали, да, что их три вида. Памятник — это первый вид объекта, это вот единичные здания, которые вписаны в реестр. Такое есть сегодня, создается в России, вот реестр объектов культурного наследия. Объекты культурного наследия. Это вот памятник. Давайте следующий слайд посмотрим. Так. А это вот ансамбли, это еще один вид объекта культурного наследия. Знаменитая улица Зодчего Росси, ансамбль. Внизу, вот, ну, Дворцовая площадь, да, естественно, потрясающе, Смольный. Давайте следующий монастырь, тоже как ансамбль. Но этот ансамбль должен иметь тоже свою территорию и границы. А вот достопримечательное место. Привожу Ярославский пример. Вот этот объект на левом верхнем, да, серенький такой, вот границы такие бордовые. Это вот границы территории, описанные, зафиксированные в кадастр недвижимости и в земельный кадастр, потому что только тогда объект становится объектом. И вот несколько панорамок с верхних точек различных объектов, вот, находящихся на территории достопримечательного места. То есть, знаете, какой масштаб, совсем иной масштаб. И специалисту в определенном смысле проще работать, потому что есть границы. И тем, кто там живет, и тем, кто пользуется, становится очевидно, что вторжение сюда возможно, но при определенных обременении, только при обременении. Получается красивое, лоскутное архитектурное одеяло. Да, такое? В принципе, да. А ведь лоскутное шитье, оно же уникальное. Вот, и в архитектуре тоже все это уникальное. Да, и вот в данном случае, конечно, это так. Друзья, мы сделаем небольшую паузу, после которой непременно вернемся. Оставайтесь в компании Страна.ФМ. Время, остановись, куда ты бежишь. У нас сегодня очень интересная программа, друзья. Надеюсь, что вы смотрите или слушаете Страну.ФМ. У нас сегодня Элеонора Арсеновна Шевченко, почетный архитектор России. В гостях мы говорим об архитектуре и вообще как-то здорово. Так, продолжаем. Не теряем время. У нас на экранах слайды появляются. Еще одни. И Элеонора Арсеновна комментирует их. Так, вот что мы сейчас видим? Мы вот перед этим перерывом у нас было достопримечательное место. А это город. Вот это то, о чем мы говорим. Историческое поселение. И вот обратите внимание на экране. Вот он большой, вот серое такое пятно и там такая обводочка. Да, это город Рыбинск в данном случае. Конкретный городочек. Да, город Рыбинск. И обратите внимание, в центре более уплотненный, коричневый такой, терракота. Да, вот это то, что собой представляет исторический Рыбинск. Представляете, масштаб какой. Можно следующий слайд? Он очень маленький, я просто поясню. Да, он очень маленький. Это одна сотая, наверное, вот всей площади города. И вот это вот с вертолета, панорамы, вот именно этого кусочка, представляющего собой наибольшую ценность. Историческая ценность. Там же затопили много водохранилища. Затопили не Рыбинск, затопили уникальный город Малогу. То есть фактически, вот я, к сожалению, если вы меня пригласите, я готова показать еще именно о Рыбинске, сделать передачу. Действительно уникальная ситуация. В затопленной Малоге свозили все дома, их разбирали, кто хотел, и перевозили большой процент в Рыбинск. И там огромное сообщество Малакжан до сегодняшнего дня. У них есть музей Малоги. Действительно, это был один из богатейших городов Центральной России. Уважаемые москвичи, в выходные можно сгонять, это не так далеко. Абсолютно недалеко. И посмотреть город, он достоин того. Он действительно удивительный город. Потому что строился он по образу подобия Санкт-Петербурга. Два шлюза, водохранилища, в общем, много чего. Абсолютно. Там есть, там действительно есть, что посмотреть. И вот когда мы говорим историческое поселение, это вот то, что сегодня достойно, и просто не то, что достойно, оно обязано быть сохраненным для будущих поколений. Потому что, в общем-то, вот я считаю, что мы все несем колоссальную ответственность, ну, принято говорить, перед своими там... Потомками. Потомками. А я говорю, нет, перед своими предками. Вот мы все, если мы возьмем себе, что мы ответственны перед своими предками, перед которыми мы уже не оправдаемся, молодежь может потом понять и простить. И перестроить. Там уже прощения не может быть. Мы... Надо сохранить. Да. Мы именно перед ними должны чувствовать ответственность. Они нам передали такую богатейшую страну. Ведь если посмотреть на старые карты, это новое, сейчас я объясню, что здесь на экране появилось, то, в принципе, там живого места нет. Везде деревни, деревенька, село, церковки, города. Плотность колоссальная. И сегодня, когда мы говорим о необходимости, что вот 25 там центров экономических у нас будет развитых, и все население туда, а всю остальную страну мы кому отдаем? У меня вопрос. Это как можно так относиться к своей стране? Фермеры, нау. Здесь не все. Мы обязаны сохранить все города, и малые в том числе. Потому что, вот, в принципе, то, что требует сохранить, и то, что может быть ресурсом для малого города, это вот эти вот сиреневые пятнышки. Потому что вот розовым обведена эта территория современного населенного пункта города, а вот эта пятнышка это та история, которая нам досталась. Наследниками которой мы являемся. И мы ее должны сохранить и передать, и приумножить. А приумножить только за счет сохранения. И за счет выработки вот того, скажем так, поиска и фиксации того ресурса, который позволит городу стать действительно успешным, малым, успешным городом. То есть, что такое ресурс? Это градообразующий фактор. Не градоформированный, а градообразующий. То есть, там должны быть рабочие места созданы на базе того, что сегодня в нем есть. Например, в городе может быть или существовало когда-то кирпичное производство. Давайте его возродим. И этот кирпич пойдет на восстановление... Ну да, это же возможно. Конечно, этот кирпич пойдет на восстановление, воссоздание каких-то утраченных объектов. архитектура, она связана и с социологией, с экономикой, совсем, да. А градостроительство тем более. Градостроительство это безопасность. Мы надеемся, что у вас со 2 по 5 июля будет возможность на фестивале решить многие вопросы, которые касаются нашей жизни. Решить ваши слова до Бога в уши. Как правило, он нас слушает. Но, по крайней мере, да, вот хотя бы еще больше привлечь как бы интерес вот к этому вопросу. А вот скажите, пожалуйста, граждане вот этих городов или может быть руководство муниципалитетов как-то выходят с предложениями? Давайте вот сделаем тот, например, внесем в список нашим населением. Например, вот я знаю, что это администрация кяхты города, да, они очень заинтересованы в помощи... Но вот с большим сожалению узнала, что вот сейчас конкурс, который проводил Минстрой по обустройству городов, они не выиграли. Ну, видно, слабый проект был. Я не знаю, не была участником. Ну, у меня вообще вот сомнения по поводу вот кулуарности вот этого конкурса, который прошел, честно говоря. Да, где-то в интернете можно найти какие-то отголоски, но каковы критерии были? Ведь городам... То есть не такой неоткрытый, да? Да, да. Городам ведь этим нужна не обустроенная улица, им нужны места трудоустройства. И вот если бы этот конкурс был нацелен на то, чтобы создать места трудоустройства в этих городах, во всех участниках, и за счет этого, вот за счет этих инвестиций и бюджетных, и внебюджетных, которые там тоже участвуют, это бы позволило уже дальше обустраивать город, как было во все царские времена? Именно так. Давайте все придем. Мы в Манеж со 2 по 5 июля подумаем о том, как нам сохранить Россию. Страну, да, как приумножить в общем то красивое, что было построено, и как построить новое, чтобы это одно с другим все существовало хорошо. Спасибо вам огромное, было очень интересно, и надеюсь, что много людей придет, напомним, со 2 по 5 июля, Манеж, приходите, архитектурное наследие, выставка, фестиваль с международным участием. Илеонора Арсеновна Шевченко была в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Большое спасибо, до новых встреч, и пусть все получается. Спасибо огромное. Спасибо огромное, и вам удачи. Лучшее в стране на телерадиоканале Страна.ФМ